всем привет меня зовут уля и вы на моем канале я не записала приветственное видео поэтому буду вот так вот озвучивать сегодняшний влог я прям уверена что будет очень интересно для вас потому что мы с вами идем в корейскую баню чимчильбан самое удивительное что я иду первый раз представляете за столько времени нахождения в корее я ни разу не было в чем чимчильбане чимчильбан это не просто сауна или баня это огромные семейные комплексы с парилками душами бассейнами кафе и кинозалом компьютерным залом библиотекой тренажерным зал и другими развлечениями да 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 и мы сейчас на это все посмотрим в корее есть несколько популярных сетей торговых центров я уверена про одну из них вы уже много раз слышали это лот и сейчас же мы идем с вами в торговый центр щенцеге это тоже не менее популярная сеть торговых центров щенцеге с корейского переводится как новый свет в общем я быстро нашла вход сейчас должна кать подойти на склад здесь рядом вот это вот вход в этот чемчильбан вообще очень интересно что в таком торговом центре находится этот корейская баня смотрите в общем это мы вот зашли это пол там ресепшн надо будет оплатить потом входим а потом нам ключи дают или чо короче катя была только один а то я впервые в жизни поэтому будем смотреть на катю все мы короче взяли заплатили 12000 вон почему мы заплатили точно там а у нас скидка 5000 вон представляете инстаграм надо просто подписаться и все нам сказали что маски не снимать всегда быть в маске на всех процедурах реально это ужасно сегодня в моих видео много будет кати потому что так удобно снимать а с тобой да а точно 859 вот после оплаты вам дают чек на котором написан номер ящика в который вы оставляете свою обувь и дальше проходите босиком ну что чё мы делаем пикаем нашим ключиком прикольно здесь полотенце вот такие вот шкафчики к ним вот этот ключ я здесь свои вещи все оставила все мы сейчас пойдем дальше смотрите здесь так короче мы с кати вот идем в ресторан в таком виде да 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 именно в ресторан и мне так нравится я так рада я счастлива ты блин я первый раз ты понимаешь да я вообще что-нибудь а кстати да я вообще да в шинсейке первый раз кроме лота я никуда не ходила здесь вот есть массажные кресла закрыли потому что чтобы люди рядом не сидели рядом с друг другом мы сейчас ищем где покушать потому что и катя я не а вот и катя я не завтракать вот выбрала еду и просто мы вставляем вот этот ключик сюда и рассчитываемся есть напитки вот такой вот жал и у окна с видом на город покажу на район здесь особого ничего нету нам принесли это мясо в каляре рис супчик соус салатик катя точно также заказала в общем приятного нам аппетита она stories снимает я буду этот фитов короче после того как вы покушали надо будет нужно будет оставлять еду здесь здесь кафе типа кофейня но спа здесь тоже массажные кресла что-то я не помню что-то я не помню я помню что тут телек можно смотреть и и слушать музыку что взять давай пошли возьмем полотенце я как раз в штатив возьмем вот мы здесь это все очень тильбан да да а вот это что а мы сейчас будет короче смотрите посмотрите видео как корейцы делают я сказала катя мы будем выглядеть милыми очень красиво все смотрите мы короче по своему по европейски полотенце завязали потому что то что по корейски вообще как-то странно смотрится да почему-то на корейцах это нормально смотрится мы сейчас бассейн здесь маникюр делают смотрите бассейн на улице открыт вот так вот выглядит здесь получается разные разные там парилки и оказалось что на улице просто обычный бассейн для ног и перед выходом на улицу нужно надевать вот такие специальные куртки а вода же тёплая наверно блин так классно на улицу выйти в такую погоду холодно тепло? да холодно холодно горячая прям блин ха 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 просто шикарный день правда мне совсем чуть-чуть там часа два-три мы можем здесь побыть потому что не джуна надо будет в четыре забирать из садика Сейчас у нас 12.30 дня, но, в принципе, как бы вполне достаточно часа два здесь побыть. Я кайфую. Здесь очень много школьников и парочек. Дальше мы с Катей пошли по парилкам, здесь очень много различных парилок. Я бы даже назвала это маленькие баньки. И в этом Чимчельбане около 10-15 различных бань. А на дверях написано, сколько градусов, и вот с виду они выглядят как юрты. Людей очень-очень мало. Ну вот, мы зашли в первую баню. Татя? Здесь жарко, и здесь мальчики. Ещё жарче. Ну а здесь? Небо, крыша. Так не видно. Хардвуд, да, призываю. А что значит хардвуд? Господи, видно. Короче, мы посидели здесь. Теперь пойдём дальше. Как я поняла, здесь бани идут от 40 градусов и выше. Максимальный, по-моему, было 74 градуса. Мы чуть-чуть посидели в каждой комнате, а потом пошли охладиться. Короче, мы зашли в айс-тру. Закаляться. В парилках обычно сидят на соломенных ковриках или на деревянном полу. Честно говоря, я даже не смотрела, в какие бани мы заходили. Катя говорит, что это гимонайская розовая соль. Очень полезная. Полезная. Я взяла с собой этот какой-то. Сейчас покажу. Понимаете, денежки, карты. Оказывается, всё вот здесь. Оказывается, здесь ещё на втором этаже тоже очень много комнат. Но у нас времени нету, чтобы везде... Пошли. Что, серьёзно? Снимай, снимай. Там никого нету? Нет. Нет. Детокс. Тут приятно прям. Вот пахнет пахнет. Здесь никого нету, поэтому маски сняли. Очень приятно пахнет травами. Да. Пахнет. Да, полыня? Вот здесь вот какие-то травы. И они отдают очень приятный запах. Ой, как классно. Следующая комната, куда мы зашли. Это световая комната. Покажи вот эти. Сейчас покажу. Вот такие вот отдельные кабинки. А что они, интересно, дают этот свет? Тут парочка спит. Комната для медитации. Здесь очень много людей, поэтому Катя сидит. Тут приятная атмосфера и музыка. Так как скоро Новый год по китайскому календарю. А? Здесь люди писали пожелания. Ты бак, ну ты, я хочу сэр. А, это типа, я хочу. Желания. Да, короче, мечты. Можно вообще на русском написать. Классно, никто не поймет. После того, как посетили все зоны, пошли в последнюю, где запрещена видеосъемка, потому что там все ходят голые, мы за дополнительную плату с Катей получили процедуру скрабирования тела. И это офигенно. Ну все, ребята, мы уже вышли с торгового центра. Ну, в смысле как, я одна вышла. Катя там осталась, потому что ей надо кое-что купить. Я сейчас на автобусной остановке, жду свой автобус, поеду домой. Надо сразу поехать в садик, наверное, чтобы забрать Джуна. Я попросила, чтобы он чуть-чуть там побыл, потому что я не успеваю. Те процедуры, которые мы потом получали, там нельзя, естественно, снимать на видео, поэтому я ничего не смогла снять. У меня просто сил нету, потому что это настолько расслабило, и я чувствую себя такой новой, чистой. Тренера отправила за кокосовой стружкой, потому что рядом с домом в обычных магазинах не купишь. Надо идти в специальный магазин кондитерский, и вот он там возьмет кокосовую стружку. Я вечером приготовлю ПП Рафаэлки, потому что в последнее время я слишком много ем сладкое, газировки, и просто подсела, и не могу никак отказаться. Я вижу, что у меня там бока уже, там живот больше стал. Это я сейчас втянула, если что, у меня там нормальный живот. Вот, хочу стройное тело, потянутое, и я что-то забросила тренировки, я же с тренером занималась в зале. А сейчас в Корее, знаете, сегодня уже 14 тысяч зараженных, это вообще, это просто рекорд-рекорд. Это такой ужас для Кореи, типа за сутки 14 тысяч зараженных. Ну и вообще опасно, сейчас с этим вирусом почему-то резко, у меня даже тоже знакомые, многие заболели, и я очень боюсь. И тем более в зал ходить я тоже боюсь, хоть и в маске все занимаются там. Я приобрела себе онлайн-тренировки на платформе FitStars. Вообще на этой платформе, оказывается, мои многие знакомые занимаются. Ну что, по времени прям успела сейчас, 3.41, через 10 минут уже приедет Джун. Они сегодня праздновали Соль-Наль в садике, и уже фотоотчет я получила, и они такие красивые. Доброе утро. У нас сегодня с Джоном ленивое утро. Ой, как красиво. Китти. Китти. Джуня, всем приветишь? Привет. Привет. А у Зана? И Рона. Я Джуну, кстати, купила маленькие еще тапочки в туалет ходить. Посмотрите, какой размер. Просто он постоянно мои надевал, и я ему купила маленькие. У него свой туалет. Краб. Краб, 맞아. Краб. Какие языки? Кокке. 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 Джуня, это? Краб. Нет, это. Нет, это. Нет, нет. Нет, нет. Я сейчас быстренько умоюсь, потом приготовлю завтрак себе и Джуну. Ну, Джуну же завтракал, но я просто что-нибудь легкое ему дам. И потом, через 30-40 минут после завтрака, наверное, потренируюсь сразу. Утром классно тренироваться, потому что настрой такой на день. А еще смотрите, этот. Вчера Джуна из садика привез вот такой вот сувенирчик, можно сказать. Здесь его фотография. Мулькокке и патя, рыба. А это рыба, которая ставит на стол на праздник Соль-Нань, вот этот вот Новый год по лунному календарю. Вот уже послезавтра этот праздник. И еще внутри вот этих пакетиков. Крупа. Разные виды. Это, наверное, типа как к богатству. И еще. И еще на праздник Соль-Нань, вот этот Новый год, дают вот такой Сэбетун. Типа, вот когда Джун тоже поедет к бабушке, он будет делать поклон. И за вот этот поклон дают вот такие вот деньги взрослые детям. И в садике тоже дали. Здесь у нас тысячи вон. Это от руководителя садика. Вчера они тоже, видимо, поклон делали и получали. Вообще, видео не отправляют из садика, делают всегда фотографии. О, вот этого я сделаю. В pense О, бру Suzy. На самом деле, надежно. Forest намного персона. Один, которое — садик, diu. Ахetter не могут заплыть. Чипо-по. Толщик, а? Да. Короче, слово хагу-щипо это хочу на корейском. А Джун всегда говорит чипо. Просто чипо коротко. Мама! Сегодня на завтрак у меня будет черный хлеб с авокадо, еще творожный сыр, батат, сладкая картошка, это тыквенный батат и салатик себе сделаю. Вообще я еще яйца ем по утрам обязательно, но сегодня не хочу. вот. Вот. Сейчас покажу вам как батат я готовлю, это меня муж научил в микроволновке. Вообще говорят, можно просто в микроволновку типа порезать и в микроволновку закинуть и все. но я так не пробовала делать и не хочу, я вот смотрите, заворачиваю газету, два батата, потому что Джун тоже любит, ему нравится. намочила. Немного намочила. Вот в таком мокром виде закидываем микроволновку на 4 минуты. Не обращайте внимания, там грязная посуда, я потом попробую. вот наш завтрак, аппетитно, да? Конечно не всегда есть время, чтобы приготовить такой завтрак, я иногда просто яйца варю и батат съела и пошла по делам, а когда есть время, я спокойно готовлю себе вот такой прям завтрак. Утром я всегда сначала готовлю завтрак Джуну, покормлю его, потом пока сама раскачаюсь, ну в смысле по выходным это так, пока умоюсь, там что-то копты, не спешай себе завтрак готовлю. Кстати, Джун у нас есть еще витаминчики, он очень любит в виде желе витамин С, на iHerb заказывала я. Быстро очень пришли и еще, ну недорого там. вот сейчас он в этот шарик положил эти желешки. вкусняшки. Emerging时间 на смотрю на сторону. Вкусно? Вкусно? Когда говорить просто, выполнили по 1995 в режиме вы по 11 минуту, дальше мы начинаем движение, при pé сантазии. Ура, я молодец, вчера позанималась, сегодня позанималась. Как заметили, сегодня мне Джун помогал. Я вам говорила, что приобрела онлайн-тренировки от Фитстарс, хочу в домашних условиях привести свое тело в форму, поставила на 2022 год цель иметь подтянутое спортивное тело. Вчера сделала тренировки на ягодицы, все болит и сегодня тоже прям чувствую тонус. После того, как пройду программу на ягодицы, перейду на другую программу, я оформила безлимит, вам тоже советую, там просто тренировки огонь. В день всего от 7 до 30 минут нужно уделять на тренировки и ничего не нужно, только вы сами, ну и коврик. На Фитстарс более 1000 разнообразных тренировок по 50 программам. Растяжка, похудение, йога, зумба, пилатес, медитация моя любимая есть. Также у них есть отдельный раздел питания с рецептами. И еще самое интересное, недавно у них появились тренировки для детей от 3 лет в игровой форме. Мне кажется, это просто отличный способ приобщить ребенка к физкультуре. И у меня есть маленький презентик для вас только одну неделю. По промокоду УЛЯИНКОРЕЯ действует скидка 70% на все тарифы, всего от 495 рублей в месяц, а безлимит 3990 рублей. Я оформила безлимит и вам тоже советую. Если что, все ссылки оставляю в описании видео. Вышли погулять на улице. Холодный ветер, но из-за того, что Джун все эти дни был дома, садик, дом, садик, дом, мы решили немного чаще немного погулять. У нас такая тут своя, как весновка в Алматы. Правда, здесь сиденья, ну, скамеек ничего нету. И туда пока спускаться нельзя. Надеюсь, потом сделают скамейки, можно будет гулять. Вот. Когда мы выходим на улицу, мы всегда ищем, где посмотреть на рыбок можно. Только что зашли в магазин, и вот такой милый кулер маленький, детский, увидела. И классно, Джуна как раз, Джуна, наберу сюда воду, и он будет по утрам пить воду. Интересно так. Прохладно на улице, поэтому мы недолго погуляем и пойдем уже домой. Мне просто его жалко было, потому что все эти дни мы не выходили на улицу, он только в садик ездил. А к бабушке он поедет, он на улице по-любому не выйдет, не будет выходить. На улице хоть мало машин. Сейчас уже начались праздники же. Сегодняшнего дня, пять дней корейцы отдыхают, и многие уехали за город. Из-за вот этих ограничений, многие уезжают за город в маленькие города, где не такая ситуация строгая, так скажем. Ну все, мы уже домой заходим. Хэллоуин. Здесь кто-то переезжает? Джун заходит в лифт и ложится. Гоу! Гоу-гоу! Друзья, спасибо большое, что посмотрели этот влог до конца. Надеюсь, он вам понравился. Я в последнее время делаю такие длинные видео, стараюсь больше вам показать, рассказать. Не забывайте поддержать меня пальчиком вверх. Встретимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока! Вот теперь у Джуны свой кулер. Джун будет теперь отсюда пить воду. Такая милая игрушка, малюсенький кулер. Ты все, иди могу.